Дамы и господа, Вадим Демчок у меня прекрасный в гостях. Спасибо большое, что нашли время для меня. Это было самое короткое представление. А знаете почему? Спасибо тебе огромное. Я просто счастлив вот так вот занырнуть прямо с места в карьер. Низкий поклон. Я очень рад, потому что на самом деле мне хочется, чтобы те, кто будут нас смотреть, сами сделали выводы по ходу просмотра, кем вы для них окажетесь. Регалии иногда как бы полезны, ты знаешь. То есть люди ориентируются, и погонщики, медальки. Мы здесь напишем. Они очень важны, важны. Современного мира очень важны. Сначала встречают по одежке, провожают по уму. Безусловно, есть. Но тем не менее, так как я понимаю вашу глубину, и я сегодня, как со своей стороны, я человек не очень образованный, но очень заинтересованный, постараюсь вот эту глубину распаковать для тех, кто нас смотрит. Если ты человек не образованный, то я отражу тебе твою необразованность. Поэтому будь осторожен со словами. Вот так вот мы начали. На самом деле хочется начать, знаете, с какого вопроса? Вы, мне кажется, самый правильный человек для того, чтобы задать этот вопрос. Вот я каждый раз встречаюсь с людьми в студии, и я каждый раз думаю, как мне начать подкаст таким образом, чтобы зритель сразу захотел смотреть? Что нужно сделать? Вот как сейчас сделать так, чтобы зрители, которые нас смотрят, чтобы они приковали свое внимание и начали смотреть очень внимательно? Это вопрос. Я бы начал с цитаты, и причем не какого-то духовного лидера, а именно такого Эрвина Шреддингера, то есть отца квантовой механики и так далее. Сознание едино. Уровень опасности этого неизвестен. Да, и поэтому сознание предоставляет нам огромный разворот возможностей, но так как мы воспользуемся этим, вот это уже, вот эта интрига, да, которая балансирует на грани опасности, воодушевления, экстазиса и так далее. Ну, в общем-то, это как секс, да, и всегда есть эта потрясающая доля невозможного, и от нас зависит, как распорядиться этой уникальной возможностью познать через женщину все красоты и сладости мира. Я каждый раз, когда вас слушаю, и я слушаю то, как вы говорите, то, как вы выражаете свои мысли, у меня всегда возникает вопрос, каким образом это сформировалось у вас, что вы начали реальность современную воспринимать, вот это же определенный вид того, как вы видите мир, и то, как вы выражаете свои мысли, это такое определенное соединение с реальностью. И вот меня это очень искренне восхищает, потому что я гораздо более какой-то прямолинейный, простой, и мне хочется как-то вот прийти к более такому высокому, что ли, ощущению всего происходящего. И я, знаете, какой у меня вопрос возник, когда я смотрел много с вами, я погружался, мне было очень интересно, я понимаю то, что в жизни зачастую есть какой-то интересный переломный момент, когда ты начинаешь видеть по-другому вообще все происходящее, да, случается вот такой вот, хоп, перелом, либо хороший, либо плохой. Что это было в вашей жизни, когда вы увидели что-то другое, увидели мир с другой стороны? Ну, во-первых, спасибо тебе, ты не сказал ни слова лжи в оценке меня, это стопроцентно так, как ты видишь, да, и это очень важно осознавать себя в контексте того разворота достоинств, какие мы можем манифестировать миру. Относительно поворотов, спасибо за вопрос, опять же, и весь контекст моей жизни, это Биг Бэн, да, то есть это большой взрыв, и это бесконечное расширение, и за каждым поворотом ждет новый поворот, и насколько я отслеживаю, такого поворотного события очень сложно отыскать, потому что оно подразумевает в себе целую россыпь всевозможных поворотных событий, и я так много говорил о них в разных интервью, разные нюансы, поэтому не знаю, есть ли смысл сейчас как бы на этом останавливаться. Основная идея и основная эмоциональная картинка, которую хочется предложить нашему зрителю, да, это то, что сознание едино, уровень опасности этого неизвестен, как мы уже начали, да, и сознание предлагает нам невероятный разворот многообразия, от нас зависит, насколько мы воспользуемся этим многообразием, да, сознание изнывает от желания предложить нам максимальную реализацию, и оно фокусирует через нас, да, ровно настолько, насколько мы владеем этим инструментом, инструментом концентрации, оно готово предложить нам атомную энергию и подарить нам для этого фокуса весь потенциал реальности как таковой, весь потенциал космоса, если мы апеллируем к этим понятиям, да, и в зависимости от того, насколько мощно мы, фокусируя эту энергию, направляем ее на то, что нам надо, да, эти вещи материализуются, они случаются, да, у нас между ушами грандиозный атомный реактор, да, умение фокусировать и направлять запрос, да, это на самом деле высочайшее искусство, и в то же время, если мы это делаем бессознательно, то вся эта атомная мощь фокусируется нами на что угодно, только не на то, что надо, да, и мы вкладываем огромное количество энергии в выяснение отношений, в эмоциональное перегорание, в огромное количество схем или попыток описать реальность, какая не является таковой, какой мы ее описываем. Вот такое начало у нас интервью. Прекрасно, у меня очень интригующее, и мне очень нравится, что у меня автоматически появляется огромное количество вопросов, мне не приходится их выдумывать. С точки зрения энергии и сознания, вот я как человек, который стараюсь в жизни своей найти ответы на разные вопросы, найти занятия, которые будут меня бесконечно увлекать, и постоянно-постоянно нахожусь в таком движении, у меня, вот передо мной, я всегда вижу такой шведский стол из огромного количества опций, которые передо мной есть, да, я могу заниматься этим, 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 этим. И вот вы очень интересную мысль затронули, что если мы направляем концентрацию и фокус куда-то в определенную точку, то это начинает происходить. Но вот в этом многообразии блюд зачастую очень сложно понять, что именно ты хочешь. И я вроде бы сам себе иногда задаю вопрос, лежа в тишине или сидя медитируя, это я хочу или это? И хочу и то, и все, и пятый, и десятый. И в итоге получается, что я эту энергию распыляю, и в итоге везде по чуть-чуть, и в итоге не получается ощутить прям вот этот вот вектор, что ты точно на правильном пути, что ты точно идешь туда. Но никто не скажет тебе, каков правильный путь. Дорога возникает под шагами идущего. Это цитата из легендарного мистера Фримана и так далее. Дорога возникает под шагами идущего. Вложи, да, начни стягивать информацию, и ты распакуешь те направления, какие тебе необходимы. Поэтому здесь как бы что вложишь, то и получишь. Опять же, как сексуальные метафоры, которые мы в нашем театральном поле, ну мы просто не можем без них обойтись. Они самые эмоциональные, самые яркие, касаются очень глубинных импринтов детских, да, реализации сексуального удовольствия, наслаждения и так далее. Ровно столько, сколько ты вкладываешь в эту способность оседлать, да, центрировать это невероятное поле женского, ровно столько ты и получишь. Ровно столько золотых рыбок ты и поймаешь. Вот мы с таких тем начали, и вот в этот момент мне хочется немножко все-таки нашим зрителям... А мне хочется сразу приковать внимание зрителей к экрану, потому что, о, мы начинаем говорить о тантрических, андрогинных, алхимических... Это интересно, это интересно, да. В всевозможных взаимодействиях, окей, потому что в этом кроется самый цимис артистической профессии, творческой профессии, потому что творчество, а мы ничем другим не занимаемся, кроме как исследованием природы творчества, да, это все сводится именно к обмену энергиями, да, к умению вычленить из потенциала сознания ту или иную форму. Мужчина, он все равно лепит женщину, когда занимается любовью, он ее создает. Из этого невероятного богатства. Да, и женщина, конечно же, обретает свою красоту и понимание своего плодородия через мудрость, активность, ритмичность и, конечно же, страстность мужчины. Вот в этом моменте хочется, чтобы наш зритель чуть больше понял про вас, и я, с одной стороны, пытался понять, вот как бы я, да, охарактеризовал вас, и как бы я мог представить, но, с другой стороны, мне, наоборот, захотелось, чтобы вы ответили на такой вопрос. Вот когда вы встречаетесь с новым человеком, первый раз в его жизни в идти, и вас человек не знает, он спрашивает, кто вы, чем вы занимаетесь, как вы отвечаете на этот вопрос? Ну, меня уже давно так не спрашивают. Тем не менее, где-то есть такой человек? Потому что только растягиваются в улыбке, и, вероятно, энергия настолько светлая, что люди просто распахивают объятия. Вадим Викторович, я хочу вас обнять. И это в последнее время тренд. Да, я хочу вас обнять. И мы обнимаемся. Какие сильные у вас объятия. Хотя я просто обнимаю любящие. Я не хочу этого скрывать, и в этом нет ни доли кокетства, и нет ни доли желания себя продать. Да, я действительно сейчас уже настолько изощрился в этом бесстыдстве, да, что манифестировать свою модель мышления, да, то, каким я вижу мир, как ты в самом начале озвучил, да, для меня это максимально как бы, ну, главное. Я называю это прямой передачей. Да, просто не смотрите на мои слова, да, в словах вы ничего не найдете, да. Съедайте модель моего сознания. У алхимиков есть потрясающая фраза, Герхард Дорн, самое главное в опус магнум великое делание – это позиция сознания. Это главный ингредиент успеха. Да, ты можешь намешать огромное количество составляющих, да, чтобы выплывить золото, но если там не будет очень четкой, устойчивой модели сознания, не получится. Друзья, если вы такой же фанат путешествий, как и я, наверняка заметили, что спланировать поездку стало намного сложнее, потому что многие международные сервисы бронирования отелей приостановили работу. Но разве это преграда для того, чтобы открывать для себя мир заново? С приложением Ванту Трип – нет. Ванту Трип – лидер онлайн рынка сервисов путешествий в России и странах СНГ. Сервис поможет не только забронировать номер в отеле, но и приобрести билеты на самолет, поезд или автобус, а также спланировать досуг, например, заказать экскурсию с гидом. В приложении более двух миллионов отелей и апартаментов по всему миру. Но главный плюс Ванту Трип в том, что в нем все работает, как мы привыкли. Любые зарубежные отели и апартаменты можно по-прежнему оплачивать российской картой. Сервис предоставляет скидку до 37% на бронирование отелей в течение 5 дней после покупки билетов. И до 15% кэшбэка за каждый заказ на ваш личный счет в приложении, которое можно потратить на следующее путешествие. Если вы давно откладывали долгожданную поездку, с Ванту Трип самое время ее спланировать. Скачивайте приложение по QR-коду на экране или переходите по ссылке в описании. И в путь. Поехали. Одним словом понял то, что не выразить, но ваша ключевая идея сейчас по жизни – это донесение каких-то смыслов и идей того, как вы видите мир до других. Для тех, кто заинтересован в этом. Через вашу актерскую игру, через ваши спектакли, через ваши тренинги. То есть правильно ли я понимаю, что вот эта идея, которая движет? Самая главная идея заключается в том, чтобы взорвать мозг человечеству этой непоколебимой уверенностью, какой потенциал кроется у каждого из нас между ушами. Какое богатое сознание в творческом контексте. Оно может воспроизвести на свет все, что угодно. Все. Вообще даже то, что мы не можем вообразить, оно может воспроизвести. И поэтому это вот искусство оседлывания этой невероятной потенции. Недаром мы вошли в это интервью под логосознания едино. Оно не кончается нигде. Оно пронизывает все временные места. Уровень опасности этого единства неизвестен. Опасности имеется в виду этой глубины плодородия. Мы даже сами не подозреваем, что это за мощь. И на самом деле опасения, связанные с искусственным интеллектом, это детские игры. Потому что нет вот этого единого, нет единства со всем остальным. Здесь уже есть смысл, конечно же, обратиться к этим величайшим духовным традициям, индуистским, буддийским и так далее, как они рассматривают сознание, указывая на то, что мы не есть наше тело, мы не есть наш эмоциональный багаж, мы не есть ничего из того, что мы можем породить интеллектом. Мы открытый, ясный, безграничный потенциал сознания. Можно бесконечно об этом говорить, это все формулы, это все такая пища-жвачка для интеллекта. Но есть смысл просто прийти на наши нейромистерии, это вот то, как мы величаем наш тренинговый комплекс, и окунуться, занырнуть и потрогать руками, запустить руки в эту глину, чтобы помять и ощутить на вкус. Потому что наши тренинги, они сотканы из огромного количества игр, и человек, входя в контекст игры, у него нет шансов. Полушария меняются местами, из кончиков пальцев начинает выстреливать энергия, и он вдруг понимает, блин, насколько я богат. Меня окружают невероятные божества игры, я могу замутить такие вещи, и так далее. И вот этот восторг его не унять. Вот здесь такая интересная перебью, тонкая связка между нашим сознанием и игрой. Я от вас слышал очень интересную, это даже не метафора, воспроизведение реальности, о том, что единственное, чему не учат ребенка, это играть, что у него вспыхивает это, он берет и начинает играть с любым предметом. И это было очень интересно. И первый вопрос, наверное, часть его. Как вы думаете, почему это происходит? Почему человеку всему нужно обучать? Показывать, а это в нем вспыхивает. И почему он начинает, это, по сути, игра, это творчество, создание. То есть, каждая игра, она уникальна. Я смотрю, как играют мои дети, и удивляюсь. Я порой смотрю и думаю, что происходит в данный момент времени? А ей очень интересно. Там вообще невероятное увлечение каким-то листком бумаги, карандашом или еще чем-то. Откуда берется вот эта вот творческая первичная энергия? Почему ребенок начинает сам создавать, будучи вот таким? Мы иллюстрация всего эволюционного процесса. Ну, это притча во языцах. Мы на самом деле вот в этом теле, под этой маркировкой, с этим счетом в банке и фотографии в паспорте, мы на самом деле являемся иллюстрацией всего пути, какое прошло человечество. И понятно, что в животике у мамы мы едины со Вселенной, да, такая недвойственность. Я и есть мать, я и есть Вселенная. Потом мы проходим определенные стадии, очень красиво описанные Станиславом Гроуфом, четыре пренатальных матрицы. Водичка отходит, бла-бла-бла. Мы проходим через родовой канал, импринтируемся всем этим богатством этих сценариев, да, и рождаемся на свет. И в контексте эволюционного развития в какой-то момент в руках у ребеночка оказывается палочка, камушек, да, тряпочка, и он начинает разговаривать. Сознание доросло до момента, когда оно может извлечь из себя накопленный опыт и вступить с ним в игру. И в эволюционном контексте, конечно же, есть этапы человечества, когда оно начало создавать зрелища. Особый пик пришелся на эллинский период, когда вся Греция украсилась этими грандиозными амфитеатрами, которые являются памятниками новому квантовому скачку в развитии сознания, да, человечества. И человек вдруг осознал на глубинных уровнях, что он способен наблюдать, зритель, он способен творить социальные модели, философию, свою дальнейшую стратегию развития. И он же, ролевая функция, он же готов воплощать эти знания, эту энергию, интегрировать ее в жизнь. То, что смотрит, то, что играет и то, во что играют. Зритель, актер, роль. Театральное сознание. И это определенный эволюционный этап. И вот здесь у меня возникает такой вопрос. И я когда смотрю, опять же, на своих детей, которые играют в абсолютно непонятные игры мне, но я вижу, насколько они заинтересованы, насколько из них брызжет энергия, то, что они могут часами играть в какую-то для меня абсолютно непонятную вещь. И я в этот момент чувствую, даже когда я с ними разговариваю, что в этот момент вот этот их потенциал, он как будто бы ничем не ограничен. То, как они размышляют, и ко мне подходит моя пятилетняя дочь и говорит, я буду лучшим в мире архитектором. И у нее не возникает ни малейшего вопроса, почему, как и так далее. Она просто хочет и говорит, я буду. То есть она как-то декларирует передо мной уже это. Но так или иначе, мы под гнетом современного мира, общественности и так далее, со временем это теряем. И я даже по себе сравниваю, как я себя ощущал в 16, 17, 18 лет, и какие я видел перед собой идеи, амбиции, цели, вот что-то. И то, как я это сейчас ощущаю в 29. И я понимаю то, что я гораздо сложнее уже верю в какие-то вещи. Я их гораздо сложнее вижу. Закостенелаешь. Да, абсолютно верно. И вот через призму вашего восприятия, опять же, человека, его как центра, который создаёт, почему так происходит? И самое главное, как возвращаться в это состояние, когда ты можешь снова себе позволить это видеть? То, как возвращаться в это состояние, посвящены все контенты пути игры. Да, вот школа игры, она специально нацелена на то, чтобы сфокусировать эти методы, взятые изо всех эволюционных контекстов, духовных традиций, психологических, философских и так далее. Мы артисты, мы берём всю драматургию человечества, да, и мы создали свой контент, пути игры, школы игры, да, на основе этого. И мы чиркаем спичку, да, и этот огонь сжигает все старые программы, и на основе этого пепелища вдруг взрастает новое видение. Ну, так, метафорически скажем. А на самом деле социальной структуре мы не нужны целостные, мы не нужны любящие, мы не нужны блаженствующие, мы не нужны экстазирующие, да, а в экстатических состояниях сознания мозг един с потенциалом пространства, он способен восстанавливать себя в любой форме, да, и этому посвящено огромное количество традиций, да, мистериальных, инициационных и так далее, которые уходят вглубь веков, и всё человечество на самом деле родом из этих грандиозных контентов. Вот, но социальному магазину, институтам социальным мы не нужны такие, да, мы нужны социальному организму, как маленький винтик, который он может поставить в нужное место, и он будет вращать всю эту грандиозную машинерию. И к 25, 28, 27, 30, 34 годам, да, человек вдруг понимает, блин, какой хера, что я здесь делаю? Как я здесь оказался в этой точке? Я когда-то, я же помню, что-то внутри у меня бабочкой в нижней части живота бурлит, да, я вспоминаю во снах, или в занятиях любовью, или в каких-то экстатических проявлениях художественного творчества, я вспоминаю эти потоковые состояния. Я здесь, как был такой учёный Мисра, индийский индолог, и у него была фраза «Мир создан из блаженства посредством блаженства, ради блаженства». Интересно. Да, и это вот та самая точка, ради чего мы здесь, и это не даёт нам покоя, потому что когда-то в утробе у мамы мы были едины с потенциалом пространства, и мы знаем, что такое быть единым и испытывать этот масштаб, да, и главное, наша активность, и моя, и моих ребят в пути игры, в школе игры, и наш главный театральный месседж – это трезвонить об этом, да, и пробуждать эту убеждённость, которая со временем скукоживается, просто потому, что в ней нет запроса, за это не платят деньги, за целостность не платят. Все вы знаете, что операционка жирает энергию владельца и не даёт компании расти. Так вот, мои друзья из компании «Русквант» помогли более 900 владельцам выйти из операционки. Они внедряют два фундаментальных инструмента управления и дают вам готовую систему под ключ. Эти инструменты – первое, оргструктура в виде схемы компании с повторяющимися задачами. Второе – регламенты, которые будут писать сами сотрудники. У ребят из «Кванта» есть готовые решения для стройки, производства, общепита, медицины и бьюти-индустрии. Кстати, недавно система «Квант» получила мощный апдейт функционала, и давайте покажу, как всё выглядит изнутри на примере готовой настроенной системы для бизнеса на маркетплейсах. Вот оргструктура, представленная в виде функций компании. Компания разделена на следующие отделы – аналитика, отдел закупки, продажи, маркетинг, склад. Если открыть функцию, например, продвижение товара в ВБ, то внутри вы увидите важный инструмент систематизации – повторяющиеся задачи. Они позволяют описать до 90% операционки всей вашей компании. И рядом находятся регламенты для назначенных сотрудников. Это успешный опыт, описанный и сохранённый в вашей компании. Когда регламенты описаны, вы можете спокойно менять сотрудников, не теряя при этом результат. И самая главная фишка, которая отличает «Квант» от других систем – контроль. В «Кванте» есть специальный человек, который будет пушить все задачи до победного. Его ребята называют коммуникатором. Рекомендую абсолютно каждому предпринимателю записаться на закрытую экскурсию по ссылке в описании и посмотреть, как работает «Квант» в системных компаниях. На экскурсии ребята передадут вам набор материалов, в том числе список повторяющихся задач, регламент о регламентах, регламент «Принятое решение» и инструкцию по выходу из операционки. После экскурсии вы неизбежно сделаете вашу компанию системной. Поехали! А что такое целостность? Целостность – это единство с потенциалом возможностей сознания. Я уже описал эту модель через театральную. Есть очень простой способ. И понять целостность действительно очень непросто. И природу сознания очень непросто понять. Но соотнести ее с референсом театра, ну как-то вроде бы можно. Мы все знаем, что такое театр. Приходит зритель, тысяча, две, три. На сцену выходит их творческая сила, некий артист, который, прикрываясь масками, транслирует те или иные ролевые проявления, конфликты, обостряет конфликты до пика, да, выглядывая из-под маски, охеренно, играет, поаплодируете. И так далее. Зритель – гениальный актер. А актер на самом деле просто взял творческую силу зала, да, сфокусировал ее в себе. Опять же, контекст технологий умения фокусировать сознание. Направил на определенную цель, возбудил образ, да, и все пережили это состояние единства, целостности. Ну, вот как бы это, наверное, самый простой способ описать. Ребенок в своих играх целостен, да, взрослый смотрит на него, ну, занимается глупостями. Ага, это самое ценное, что есть в жизни у человека. Он распушает свою нейронную сеть в этот момент, он пылает, он горит, он берет энергию еще из матки, из единства с матерью. Он еще недалеко ушел от этого единства, да. Он фокусирует в играх и начинает разговаривать, разворачивать целый театр. У него там... И попробуй отними у него игру. Он или вступит в конфликт, ну, сильные детки, да, или мы что-то сломаем в нем, потому что навсегда вобьем в него этот импринт, то, что блаженство не для тебя, сучонок. Заткнись, убирай игрушки и спать. Ну, и так далее. У меня была интересная история с дочкой, с младшей. Она взяла камень и на камень клеила что-то, какие-то микронаклейки из бумажки, что-то там рисовала. И так смотришь, ну, какая-то там ересь вообще получается. И что-то у нее там какая-то микронаклеечка оторвалась, съехала в сторону, она начинает плакать. Я подскажу, господи, это наклейка, ну, давай поправим сейчас и все. Я потом только уже сижу, минут там через 10 до меня дошло, я понимаю, что у нее же это имело какое-то целостное значение. То есть для меня это микрокусочек бумажки наклеенный, а для нее это... Космос. Да, для нее это какая-то композиция, для нее это какая-то целостная идея, которую она собирала, и вот у нее что-то сломалось, и для нее это такой вот... Более того, она прошивала через этот творческий акт свое будущее. Детки, играя, создают картографии того, как они будут строить свою жизнь. И в этом смысле умный родитель, конечно же, подбросит нужные игры, и будет достаточно комплементарен, любящий, и разделит это счастье, эту космичность, эту мистичность, эту чудесность того, что рождается в сознании у человека. И таким образом родители, конечно же, совершают этот мощный благородный шлепок по ягодицам, и сознание ребенка воодушевляется тем, что я творец, я творец. Потому что основной процесс, который происходит с детками в семьях, это его творца просто заколачивают внутрь. А зачем тебе знать о жизни? Мы все знаем, мы тебе все дадим. Дальше ты пойдешь в школу, там тебе будут 10 лет давать задания, ты будешь дома делать задания. Правильный, неправильный ответ, 5-2 кол и так далее, и так далее. Мы тебе всю дорогу простроим. Тебе не надо проявлять творческую активность. И в жизнь в итоге выходит человечек, у которого творческая активность изгулькин нос. Да, и потом они у нас на тренингах, на наших нейромистериях, да, они пишут письмо своей творческой силе. Придите, посмотрите. Люди все в соплях, с мокрыми рубашками. Да, Господи, где ты был, блядь? Сколько времени... Сейчас вот я заплачу. Да, сколько времени потеряно. Да, как я мог поверить всей этой лжи? Понимаешь, да? Понимаю. И это очень трепетно, очень слезоречиво. Это вот умение пробудиться к творческой активности. От меня в этом мире что-то зависит. Я творец реальности. Это значит поставить центр. Это значит завертеть пространство жизни вокруг себя. Я беру ответственность. А вы этим диагнозом выученной беспомощности забита вся страна. И более того, бывают вот эти моменты интересные, когда ты как раз вот эту вот целостность чувствуешь. То есть ты бывает чем-то начинаешь заниматься и чувствуешь, так вот же, вот оно. И зажигается вот эта такая эйфория в моменте даже, да, появляется энергия, она выделяется. И ты даже начинаешь делать какой-то первый шаг. Но потом включается рациональное твое, и рациональность тебе говорит, ну погоди, давай взвесим. Ну какой-то гений. Ну во-первых, тут дополнительные деньги есть. Давай уж не будем упускать эту возможность. Во-вторых, ответственность. Не забывай, у тебя семья, дети, родители. Давай все-таки мы сосредоточимся на том, что действительно важно. А твое вот внутреннее ощущение, то есть оно не на уровне мысли, а на уровне чувств, то, что ты чувствуешь. Когда ты думаешь о чем-то, у тебя выделяется энергия, да, горит глаз, ты хочешь об этом рассказывать, ты готов об этом говорить целыми днями. Вот оно тебя туда зовет. А рациональность, оно тебя притормаживает здесь. И вот в этот момент человек оказывается, мне кажется, этого много на самом деле довольно, особенно когда человек подбирается к какому-то более-менее такому уровню, когда он может себе на самом деле позволить уже, да, куда-то. Когда он не за хлеб и воду борется, а когда уже случился какой-то первый раз. И вот в этот момент такой камень преткновения, потому что тебе с одной стороны у тебя зов, ты чувствуешь его, да, вот это естественно, и с другой стороны у тебя есть твоя реальность. Социальные границы, конечно же. Определенные, твоя реальность. То, что ты хочешь выглядеть хорошо, ездить на хорошей машине, жить в хорошей квартире, и вот у тебя есть такие определенные как бы рамки и шаблоны, да, то, как ты выглядеть будешь. Особенно сегодня в реалиях там социальных сетей, Инстаграма, когда все на тебя смотрят, и тебя эффект прожектора, что ты думаешь, что все на тебя смотрят. Как в этот момент человеку быть на этом перепуте? Как принять то, что просится туда? Как вот туда складиться? Нужно понять, что этот эффект смотрения и то, что ты зрим, и в каждой точке пространства глаза, и зритель, он повсюду, он не кончается нигде, он не ограничен театральной коробкой и не ограничен социальными сетями. То есть вывести на другой уровень. Этой энергией можно пользоваться. От неё не надо прятаться, от неё не надо бежать. Мы же вожделяем этого желания выкатиться на освещенную площадь, иначе бы сети не окупили себя и так далее. Ты создаёшь этот подкаст, манифестируя своё чувство вкуса, приглашая таких умных людей, как Димчок, например, и так далее. То есть ты озабочен этим желанием предоставить пространству какой-то убедительный продукт, залипнув на который, он тебе что-то даст. То есть опять же возвращаемся к этой схеме. Потенциал сознания вожделеет этого мощного фаллического центра, этой дерзости, этой наглости, этой твоей творческой убеждённости. Ты выкатываешься на сцену. Смотрите, что я могу вам предложить. И начинается нечто. И у каждого по-разному. Кто-то раздевается, показывает зад. Кто-то действительно указывает на проблемы. Я помогу вам решить эти проблемы. Начинаются продажные модели. Кто-то входит в контекст искусства и начинает быть озабоченным, потрясти эмоциональным горением, масштабом. Кто-то садится в медитацию и предлагает модели духовного развития. Но принципы и алгоритмы одни. Это всё игры, с помощью которых, сейчас доведу свою мысль до конца, с помощью которых мы, как часть сознания, фокусируем на себе и на своём продукте эту невероятную атомную космическую, об этом можно говорить только в молитвенных интонациях, в эпических, фокусирует на себе этот потенциал и создаёт продукт. И эмоционально им делится. Дальше из этого эффекта, который он произвёл, он снова стягивает, переходит на новый уровень. И вот, пожалуйста, динамика развития сознания. И сознание вожделеет этой проявленности. И если, я так понимаю, посмотреть, то в целом как раз из этого позыва и действует ребёнок. То есть у него нету вот этой вот социальной игры в деньги, в признание в какое-то. Он действует именно из внутреннего позыва создать, удивить тем, что он может произвести в этот мир. Но раз уж мы плавно затронули. Сейчас я откомментирую вот эту твою метафору. Ребёнок только делает это бессознательно. Мастер делает это сознательно. Он понимает алгоритмы и понимает, как работает сознание, как оно вожделеет в эротическом смысле. Оно вожделеет проявленности. И все наши усилия кто-то снимает, кто-то интервьюирует, кто-то, ну и так далее. Любой веер деятельности занимается бизнесом, зарабатывает огромные деньги и так далее. Но сознание готово предоставить свою энергию. Ты только дай мне концентрацию. Ты дай мне свой искренний жар, свою эмоциональность, свою страсть. И я материализую тебе любую реальность. Вот главный алгоритм. Всё. Кстати, очень логичный и как бы чётко. Да? Может быть... Остальное всё технологии. В Дубае я очень часто сталкиваюсь с так называемым дубайским шиком. Это особенно заметно в апартаментах с дизайнерской мебелью. И я, как сторонник эстетики, замечаю здесь дефицит минималистичного современного дизайна. Компания Bokarum – это популярный российский бренд премиальной мягкой мебели, который не экономит на материалах и производит авторский современный дизайн. Это производство на 4000 квадратных метров с мощной идейной командой специалистов. Bokarum – это не просто мебель, это целое искусство создания комфорта и уюта в вашем доме. Оптимальное сочетание стиля, качества и комфорта. Ребята не только создают мебель, но и атмосферу, в которой вы будете чувствовать себя полностью расслабленными и счастливыми. Их флагманский шоурум находится в Москве в отдельно стоящем двухэтажном особняке на 700 квадратных метров в новой мануфактуре с современным дизайном. И также открылось уютное пространство в Санкт-Петербурге. Посмотрите на модульный диван из коллекции. Их можно менять на основе своего вкуса. Надоела старая конфигурация, передвинул пару модулей и комната заиграла новыми красками. А благодаря съемным чехлам можно менять цвет и настроение комнаты. И все коллекции выполнены в таком же умном и стильном дизайне. Диваны, кровати, полки, тумбы, зеркала, столы, кухни и речные перегородки. Друзья, если вы ищете идеальную мебель для своего дома, обязательно переходите по ссылке в описании, чтобы ознакомиться с каталогом. Поехали! Ну как? У меня сразу возникает вопрос. Это вот как мы смотрим сейчас на призму мира, вот немножечко убирая социальную реальность. И вот нужно все-таки, опять же, так или иначе допускать, ну и как бы принимать тот факт, что мы находимся в социальном мире, где, например, без денег, объективно, ты никто, ты никому не нужен, ты не сможешь себе позволить ничего, и в том числе реализовывать свои творческие задумки, не имея каких-то денег, ты не сможешь. И вот я от вас слышал буквально пару слов на тему денег, да, и на то, что деньги в реальности не имеют как такового значения, но тем не менее за деньгами огромная, возможно, там была другая формулировка, не имеют такой ценности. Немножко другой контекст. Да, деньги — это НР. Энергия, с помощью денег мы можем делать колоссальные вещи. Хочется послушать вашу идею про то, что такое деньги, как вы их видите, и вторая часть вопроса, вот почему кому-то приходит большое количество денег, а кому-то не приходит. Я не войду в контекст вот этих очень популярных в Инстаграме и так далее получательных процессов. Даже не получательных, мне интересно именно восприятие с точки зрения того, что деньги — это энергия, и кто-то притягивает к себе эту энергию, и кто-то легко к этому приходит, а кто-то наоборот нет. Вот мне интересно ваше видение здесь. В любом случае, это игра, это определённые, и вообще всё, что ты перечислил, это декорации социального мира, которые, конечно же, нужно использовать. И главное мне проманифестировать очень простой алгоритм. Независимо от того, на чём ты фокусируешься, сознание абсолютно аморальное, безнравственное, не апеллирующее и не слышащее никаких доводов мозга и так далее, оно будет питать эту энергию. Если ты фокусируешься на деньгах, ты притягиваешь к себе механизмы людей, которые обеспечивают тебе эту драматургию. И во вращении с этими людьми ты создаёшь необходимые модели бизнеса и так далее. Мне главное алгоритм передать и привить аромат, вкус к игровому феномену. Игра имеет способность расти. Если ты страстно, вовлечённо, любяще, опираясь на какой-то глубинный зов, создаёшь ту или иную драматургию, она будет расти. И это на самом деле для меня ответ о том, как простроить стратегию обогащения. Окей. И я был настолько интересовался, что прям как вожделел, да, то есть настолько был сконцентрирован, что все мысли были заточены только на деньги. И он там сказал одну интересную фразу, что когда вы чего-то слишком вожделеете, вы только отдаляете это от себя. Как только вы понижаете значимость этого, это начинает приходить в вашу жизнь. Это то же самое, что, опять же, очень красивый пример, любовный акт. Если ты слишком вожделеешь женщину, то ты с ней не справишься. Какой рецепт? То же самое. Какой рецепт? Естественно, развивать свою устойчивость, фаличность, концентративность, притягивать определённые технологии, удержание семени, определённая ритмика. Эти трактаты, они в общем доступе существуют, да, и так далее. Но женское, если уж ты пустишь меня на эту территорию эротизированной образностью, да, если сравнить мужское и женское, то женское – это, ну, давай используем термин «космос». Мужское – это песчинка в космосе. Даже меньше, может быть. Но без этой песчинки это безграничное пространство плодородия никогда не осознает себя. И более того, если оно не осознает свою красоту, глубину, плодородие, масштаб, оргазмичность и так далее, в определённый момент оно просто вывернет себя наизнанку. В женском прописаны эти удивительные механизмы самоуничтожения, если она не использована по назначению. Но женское материализует любую идею, которую внедрит мужское. Да, анимус анима. Да, это грандиозный контекст, загуглите. Я думаю, что это очень интересно, особенно юнговская трактовка, хиллмановская трактовка, да. А в обратную сторону, если женщина – космос и мужчина – песчинка, при которой, собственно, раскрывает это, то в обратную сторону это работает в таком же формате, что вот это вот мужское, оно не может быть раскрыто без женского? Конечно же, конечно же. А мужское устремляется к женскому для того, чтобы раствориться в нём и познать это плодородие, эту оргазмичность, это богатство ощущений, эту экстатичность. И все тантрические технологии, они все построены на ритуальное взаимообъединение и пробуждение этой страстной устремлённости друг к другу. Да, и женское, оно, естественно, пробуждается к пониманию того, что без мужского, да, но самое главное, а мужское пробуждается к тому, что без женского. И здесь есть, конечно же, разные искажения, да, то есть можно скатиться и в авторитаризм, и можно в эту бесконечную расслабленность, и это бегство, так называемое духовное отстранение и так далее. Но в целом самое главное, что стоит в центре, в частности, нашей нейромистерии, тайные практики, а у нас есть это мощное предложение, которое апеллирует к союзу мужского и женского и к пробуждению этой глубинной любви. Мы узнаём к своему величайшему удивлению то, что мужское и женское, и этот любовный акт – это мы. Это вот я творец, я рождён в мужском теле, но во мне есть и анима, и анимус. И самое главное – это не где-то вовне найти любящую подругу и так далее, и слиться с ней, и добиться её, и так далее, а полюбить себя внутри себя. И отсюда начинает разворачиваться эта грандиозная мандала, когда я мир начинаю видеть полным этой невероятной творческой силой сияния и любви. А вот эта вот любовь к себе, в чём она проявляется? То есть что в этот момент человек начинает видеть по-другому и ощущать по-другому? Он берёт на себя грандиозную ответственность. Он понимает, что мир – это я, и я способен внести определённые изменения, я способен создать определённые игры, вокруг которых случится это эротизированное вихрение, материализация каких-то новых событий, новых явлений, новых бизнесов, новых творческих проявлений, новых продуктов, которые излучаются в мир и так далее. Но я не жертва каких-либо обстоятельств. Я беру ответственность, и это главное качество анимуса, той самой песчинки, которая встаёт в центр этого бесконечного плодородия. Сознание едино. Уровень опасности, уровень возможностей, которые спят в сознании, неизвестен. Воодушевить людей или как бы… Это не значит, что я сейчас надеваю на себя маску пророка, но я действительно внутренне пылаю этой убеждённостью, и этой убеждённостью пронизаны все наши проекты, которые обладают определённой уже накопленной харизмой и так далее. И мне нравится это состояние. И когда мы говорили вначале то, что это прямая передача, то есть то, что я говорю словами, ничего не передать. Передать можно только этим ощущением, которое прямо сейчас захватывает тебя, захватывает зрительный зал, в смысле людей, сидящих около гаджета или у компьютера, и они немножко наклоняются вперёд, слушая и пребывая в этом потоке. И вот это основа харизмы, конечно же. Мне кажется, вообще в целом, если мы говорим про сегодняшние реалии, то если ещё десятилетия, два десятилетия назад больше имела вес вообще в принятии решений жизненного какого-то двигателя рациональная часть, то сегодня именно вот эта чувственная, эмоциональная составляющая имеет гораздо больше значения. И если в целом, опять же, смотреть, я так стараюсь наблюдать за тем, как меняется мир и люди, и сравниваю даже себя с ребятами, которые в два раза младше меня, самые вот прогрессивные, 15, 16, 17, 18 лет, я иногда, мне кажется, что они вообще не думают головой именно вот с точки зрения логики, с точки зрения мысли. Они как будто бы действуют, исходя из только своих ощущений, своих собственных желаний. И здесь у меня возникает такая противоречивая эмоция внутри, потому что, с одной стороны, я понимаю, что они чувствуют вот этот вот посыл изнутри, чувствуют ориентир и идут к нему. С другой стороны, мне кажется, что у меня возникает такой даже какой-то страх за них, что они окажутся потом нигде, потому что они не видят рисков, потому что они не как бы нерациональны, потому что они, переходя просто на простые примеры, спускают все деньги, потому что они там, не знаю, не получают никакого образования, они прожигают жизнь на то, что, да, безусловно, можем назвать творчеством, реализацией и так далее, но не строя под этим никакого фундамента, не создавая никакой устойчивости. Вот как вы это видите? Вот это вот прогрессивное поколение, которое, оно немножко и в других вообще жизненных принципах и ориентирах существует, это будущее? Или это просто переходный период, когда что-то в зародыше, оно вначале должно выстрелить глубоко вверх и потом вернуться к какому-то своему нормальному уровню, и когда все было суперрационально, без каких-либо чувств, эмоций и так далее, вот сейчас оно выстрелило наоборот в космос и потом вернется к чему-то среднему? Вот как вы думаете? Или же наши планеты, люди, они переходят в какую-то другую стадию, в какое-то другое измерение? Да, есть такие версии, к ним тоже есть смысл прислушаться, и очень много чувствительных людей, и сформировано очень мощное поле, и они, конечно же, детки своей среды. И на формирование этой среды, конечно же, повлиял конец XX века, да, и все эти революции, и рок-революции, и психоделическая революция, и секс-революция, и все эти паломники на Восток, которые вдруг объединили миры и объединили мудрость, стали отпускать свою хватку религиозной концепции, да, возник компьютер, интернет, да, через который люди стали, детки стали вырастать уже в этих виртуальных средах, расширяя свое сознание, подстраивая свою нейронную сеть под эти возможности, да, и опять же, этот бум психоделической активности, да, который повсюду сейчас, и эта статистика, конечно же, просто зашкаливает, и об осторожности использования этих вещей, и, конечно же, тоже нужно говорить и демонстрировать всю опасность, да, этого умения раскрыться благодаря всевозможным химическим впрыскам и так далее, да, но потом вам придется справиться с этой раскаченной анимой, этой открытым потенциалом женского, и в какой-то момент этот потенциал придет и скажет, ну, я показала тебе себя и весь свой потенциал, теперь давай, справляйся. Завладай со мной. Да. А у этих персонажей, которые гонятся за наслаждением, и вот этой глубиной, и этим экстазисом, так называемым, безответственно, конечно же, активности, эрекции, концентративного навыка, и страсти, и стратегии того, что теперь с этим сделать, нет. Да, и тогда, естественно, анима, которую никто не может центрировать, из досады глубинной боли, опять же, неоплодотворенности, нереализованности, она выворачивает бедного экспериментатора в черную дыру и притягивает обстоятельства, когда в жизни, да, когда с ним что-то случается. Вот вам, пожалуйста, алгоритм того, как люди покидают телесные оболочки. Ну, да, в попытках, это такое, в попытках найти ответы на важные вопросы и какие-то идеи, зацепки уносят немножко не туда, потому что нет контроля над ситуацией. Да, но мы сейчас как бы сошли в сторону, просто как пример, и он животрепещущий на самом деле, и огромное количество людей устремляются в этот опыт, и огромное количество предложений на рынке, насколько я знаю, но мое сердце бьется в болевом спазме, понимая, что, ребята... Опасная игра. Игра, как сказать, она требует, ну, тогда ответственности. Если вы заходите на эту территорию, тогда, извините, блюдите эрекцию. Мне очень нравится это слово. То есть умение ставить центр. Понимайте, с кем вы играете, в какую бездну вы прыгаете. Если вы умеете как мастер заверчивать ее, окей, я отхожу в сторону. Да, но если не умеете, садитесь и дисциплинируйте свое сознание. Да, это вопрос к тому, я веду к ответу на вопрос о детках, которые вырастают в определенных средах. Да. И они, конечно же, расинформированы, и здесь та же самая метафора. И очень много ребят, которые открывают свое сознание и отдаются этому потоку наслаждения, потому что и виртуальные разные программы, и вот сейчас вот выйдет в Apple сдвоенная реальность, да, я очки и так далее. Чего я с вожделением жду, и для меня это мощный эксперимент. Я действительно вожделею этого обогащения, да, но есть смысл тренировать сознание, чтобы справиться с этим богатством возможностей, которые этот искусственный интеллект, да, визуально смешивающий реальности, проникающий во все времена и места, нам предоставит. Да, вот это хотелось бы проманифестировать для деток. И главное, что наслаждение этим безграничным обзором, без умения центрировать его, без необходимости, желания, страсти взять за него ответственность, за это богатство, заканчивается рано или поздно. И вот это деткам хотелось бы проманифестировать. Донести, проорать в ухо. Но, к сожалению, люди не слышат этих криков. Ну, люди хотят слышать, наверное, то, что не хотят слышать. То, что могут слышать. И то, что могут в том числе, да. К сожалению, да. Нужно размазать себя, ну, мордой по стене, разбившись в кровь, да, извлечь из этого опыт, блин, нужно было иначе. Да, и тогда человек встает из праха и уже создает новые модели. У меня к вам такой простой прикладной вопрос, наверное. Вот вы, как человек творческий, человек, который создает и который, по сути, должен быть наполнен вот этой внутренней энергией для того, чтобы создавать, иначе без этого не будет, вот искры не будет. Вы вот в своей обычной жизни регулярной, вы отключаетесь, я не знаю, от социальных сетей, от потребления вот этой информации, от вот этого вечного потока, который заливается в нас, из всех щелей, так сказать? Есть очень ясно выработанный механизм понимания того, что на всё, что я делаю, на каждое слово, которое я произношу, прямо сейчас работает потенциал всего сознания целиком, которое не кончается нигде. Да, вот вся эта атомная энергия, она работает на каждое твоё действие. Если ты зависаешь в гаджетах, да, то энергия работает на это и усиливает эту твою привязанность. Если ты зависаешь на еде, окей, на тусне, окей. Если ты зависаешь на каких-то проявлениях, на деньгах, окей, да, это будет в зоне внимания этого невероятного потенциала. То есть закон, опять же, прошиваем всё наше интервью этим стержневым месседжем, да, в зависимости от того, на чём ты концентрируешься, да, на тебя работает весь потенциал Вселенной. Возьми ответственность за это. А дальше это твой выбор. Ты хочешь заниматься мастурбацией? Окей. Да, и вся Вселенная будет работать на это. Да, если ты хочешь заниматься бизнесом? Окей. И вся Вселенная, и ты создашь структуры, которые, да, ты хочешь отдыхать бесконечно, да, и ничего не делать, и много зарабатывать? Окей. И если ты создашь модели, и таких полно представителей, которые умеют это круто делать, и ты смотришь и думаешь, блин, ну охереть же, да, человек нажимает кнопку раз в неделю, и у него... Да, это всё игры, это игры, из которых ткётся реальность, и очень важно услышать и почувствовать вкус к самому алгоритму, как работает сознание. Вот немножко хочется копнуть в игры, потому что одно дело, хорошо, когда твоя игра нацелена на зарабатывание денег, на создание бизнеса, на отдых, а очень часто мы играем, мы в целом, я так полагаю, играем каждый в большое количество игр параллельно, и мы часто играем в игры, когда мы создаём сами себе проблемы, страдания, конфликты, в том числе в семье, да, я знаю огромное количество людей, которые, например, со своей... Кто бы ни был рядом с ними, вторая половина, они постоянно находятся в конфликте, каким бы бизнесом они ни занимались, они постоянно будут находиться в поиске более лучшего бизнеса, более лучшего дела, трава у соседа всегда будет зеленее, и так далее, и так далее, и так далее. И у меня всегда возникает вопрос, происхождение этих игр, в какой момент, я иногда себе не могу отдать отчёт, в какой момент я выбрал себе такую игру, зачем я создаю себе это страдание, чем мне это выгодно, во что я сейчас играю, кому я с твоим страданием что хочу доказать? — Здесь я отослал бы вас к чудесной, восхитительной книжке Стивен Валинский «Тёмная сторона внутреннего ребёнка». Она начитана в приложении «Идемчок». У меня есть приложение, где я читаю хиты своего сознания, то, что формировало моё сознание, и я так это приложение и позиционирую. И там найти можно много, много потрясающих текстов. И вот... — Вы там самостоятельно книги начитываете? — Да, да. — Здорово. — Да, ребята это всё оформляют, подкладывают невероятную музыку, да, и это такое... Так и называется приложение «Идемчок», оно бесплатно. — Обязательно. — Это подарок миру. — Поставим солнце. — И так далее. И книжка, и вообще Стивен Валинский со своим квантовым сознанием, ученик Несаргадата Махараджи и так далее, да, он транслирует эту потрясающую идею, куда уходят корни, каким образом мы сформировали свои семейные пристрастия, да, вкусовые ощущения относительно женщин, мужчин, религиозные убеждения, активности тех дел, какие нам становятся приятными и направляют нашу жизнь и так далее. То есть куда уходят корни, и он разбирает всё, театр нашего детства, и ты понимаешь, что ты весь соткан из детских трансов, из детских импринтов, наведённых ещё в самом раннем детстве, и большинство людей до сих пор, уже будучи 40, 50, 60 лет, используют эти детские модели, хотя мир уже вопрошает других реакций, других моделей. Это называется импринты, из которых сотканы люди. То есть они работают на определённых моделях, которые когда-то там в детстве были эффективны, но сейчас они уже неэффективны, надо отпустить. Но бессознательное полно этих спазмов, этих привязок, и человек по накатанной рефлекторно реагирует в заученных моделях и так далее. И, конечно же, есть смысл появиться на наших предложениях, тёмная сторона игры или с Маргаритой Быстряковой связаться, которая очень круто делает регрессию в детстве и вскрывает эти модели, и ты выходишь оттуда с абсолютной ясностью от того, что этот корешок отстегнулся, я уже открыт новым играм, я готов уже формировать новые реакции и так далее, и притягивать, естественно, в свою жизнь новые впечатления. Но, понятное дело, что, конечно же, мы все родом из детства, но никогда не поздно иметь иное детство. Как в своё время сказала Ирина Хакамада, мне очень понравилась фраза, она сказала, что самые успешные люди, люди, которые добиваются в жизни успеха, это люди с умеренной детской травмой. И я вот здесь вот очень... И актёры тоже. Кстати, да, потому что иначе бы вот это проявление эмоций, умение примерить какую-то роль на себя. Мне в своё время, я читал книгу Уилла Смита, и он там рассказывал историю о том, что у него было настолько страшное детство, он боялся родителей, отца и сверстников, что он постоянно играл какие-то роли, и настолько заигрывался, что он сам не мог отличить, и люди вокруг не могли отличить, где реальность, а где что-то, что он рассказывает. Это только его мама понимала, и он потом протягивает это в свою актёрскую карьеру, что именно это дало ему возможность вот примерять на себя разные роли, маски какие-то, да, и доносить их до зрителя таким образом, чтобы ты поверил в это. Да, опять же, ребёнок делает это бессознательно, а мастер делает это сознательно. И понятно, что мы все multiple personality, множественные личности, это нас социум научил преследовать какую-то одну роль. Я вот такой, я честный, я открытый, я любящий, я сексуальный, я харизматичный и так далее, и так далее. Но на самом деле в нас живёт огромное количество ролей. Мы на первом модуле уже разбираемся с этой коллекцией, да, и понимаем, что стоит навести резкость с папой я один. Просто вдумайтесь прямо сейчас. С мамой я другой. С братьями, сёстрами, с женой, с любовницей, если таковая есть, с друзьями, с боссом и так далее. Это всё разные ролевые расклады. У нас голос другой, у нас подача речевая другая, у нас образность другая. Мы оформляем и проявляемся в разных ролевых нюансах. И на первом модуле мы открываем этот зоопарк, называем, даём им определённые названия, персонифицируем их, потому что это язык игры. То есть это неплохо, нехорошо. Роли – это неплохо. Роли – это величайший дар, но их надо осознать, чтобы не они танцевали нас, а мы танцевали их. У меня здесь сразу два вопроса нарисовалось. Есть такое понятие, как я очень интересовался во время, мне понравилось слово «аутентичность», да, и мне понравилась формулировка такая, которую я для себя нашёл, что… И вот эта «аутентичность», когда ты пребываешь в этом состоянии, она наполняет тебя энергией. И формулировка такая, что ты аутентичен в тот момент, когда то, что ты думаешь, оно полностью состыковывается с тем, что ты говоришь, а то, что ты говоришь, полностью состыковывается с тем, что ты делаешь. И вот если подумать, то есть, по сути, для того, чтобы быть целостным, ты должен быть в этой аутентичности определённой, пребывать, но в зависимости от того, с кем я нахожусь, в какой социальной группе, с кем я взаимодействую, я в действительности начинаю думать по-разному и говорить по-разному. И проявлять разный потенциал. Абсолютно верно. И где я настоящий? Или это всё я настоящий? Вот это очень мощный вопрос, и мы к нему ведём целый первый модуль, и только в конце, на самом деле, уже опираясь на опыт, когда люди уже понимают, что всё многообразие ролей, внутренняя творческая пульсация, это энергия, которую я фокусирую и направляю на выполнение тех или иных задач и так далее. И если меня так много, то, блин, дайте мне немедленно ответ, где я настоящий, иначе меня разорвёт нахер. Правильно? Да. И дальше возникает этот уникальный переход, и произнести, на самом деле, ответ ничего не значит. То есть, он просто будет помечен маркером, формулой пустота-полнота, турия, сатари, да пустое, открытое во всех направлениях пространство. Но это кто-то замашет руками и скажет, ну, это эзотерическая херь, и так далее, да? Но есть технологии, и мы подводим к этому с помощью игр, когда человек действительно, заигрываясь, проигрывая определённую драматургию, вдруг... И он растворяется в так называемом утробном состоянии, том самом, да, когда он един с потенциалом пространства и абсолютно спокоен. И в этом избыточно энергетическом пространстве он понимает, что из этого пространства он может сфокусировать себя любым, да, и запустить эту динамику феномена игры, да, и обнаружить зрителя, и обнаружить свою творческую силу, ролевое многообразие, и начинается трэш. Да, великий актёр выходит на сцену театра реальности, да, и театр реальности обнимает собой всё, и аплодисменты со всех сторон, а он крутит торус, то, что мы называем торус, эту динамомашину энергетическую, да, на радость себе и других, другим, проживая свою жизнь экстатично, исходя из целостности, исходя из своего мастерства, да, не гнушаясь ролевым многообразием и просто восхищая других. Господи, как он многолик. Он такой разный, да, он и такой, и такой. Я даже не думала, что в нём умещается и верх, и низ, и весь масштаб жизни. Как такое вообще возможно? Гениально, гениально. Это на самом деле, вот вы сейчас в самую точку, я смотрел одно из ваших интервью, и интервью, я честно сказать, не помню, кто это был, мне кажется, может быть, Форбс, пытался какой-то одним словом охарактеризовать вас и то, чем вы занимаетесь, и вы сказали такую фразу, вы всё пытаетесь на меня шаблон навесить. И меня на самом деле это в мою сторону очень сильно стригерило. Я думаю, я ведь сам на себя всегда пытаюсь один шаблон навесить. Я когда себе говорю, я такой, я если занимаюсь бизнесом, я предприниматель. Я не могу, значит, почему я пишу подкасты? Какое творчество? Я же предприниматель, я спускаю время своё в унитаз, я не занимаюсь ни тем. Или наоборот, если я фокусирую свою энергию на подкастах, у меня сейчас, например, съёмочная неделя, я думаю, почему я вообще занимаюсь бизнесом? Я же вот творческий, я же вот должен этому посвящать всё своё время. И вот эта фраза, она меня так подстегнула, я думаю, а почему я не могу делать и то, и то? Почему я не могу ещё и то, и то делать? Почему я не могу проявлять себя в разных как бы ролях? Но у меня какое-то вот это вот, это как раз про социальные шаблоны. Я помню, что меня в ступор поставил вопрос, когда меня там в школе попросили определиться с тем, чем я хочу заниматься, для того, чтобы выбрать тот университет, в который я хочу пойти. И я тогда такой, ну окей, пускай будет так. И я до сих пор мыслюсь с той парадигмой, что у меня должна быть какая-то конкретная роль, которую я примеряю на себя. И вот тогда меня это прям так подстегнуло, что а почему я не могу две роли примерить? А почему я не могу поменять роль со временем, когда одна как бы отслужит свою там функцию, выполнит свою задачу? К сожалению, этот человеческий транс, нам нужно обязательно определить себя, да? Воплотить, обозначить, нарисовать и так далее. А раствориться в океане возможностей, и это на самом деле очень такой долгий процесс, который формируется в человеке. Он очень долго не может отпустить эти установки, какой он, потому что страшно. Страшно исчезнуть. Да. Страшно отпустить себя какого-то. А то, что там, в этом, за пределами отпускания, за этой чертой кроется нефть, вот там энергия. Да? И вот ее подцепить для того, чтобы реализовать весь драйв жизни. Вот это, вот перешагнуть эту черту, да, если тебе страшно, иди в то, что страшно. Иди, дорогой, да, я шлепну тебе по ягодицам, но только иди, умоляю. Говорят учителя разных традиций и так далее, да? Нет, 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 там страшно, там я исчезну, там меня разорвет нахер. Он придумает разных чудищ, которые там за чертой живут. И так далее. Будет персонифицировать их, мозг начнет говорить на этом, он навсегда закроет себе дверь в эту потенцию. Да, и огромное количество традиций, и тибетский буддизм, и индуистские традиции, и шиваизм кашмирский, они все указывают на этот переход. Да? Иди туда, где страшно. Там ты почерпнешь. Кэмпбелл с путем героя, то же самое, да? Когда человек перешагивает черту, и очень трудно эту черту перешагнуть, обязательно должен появиться кто-то, кто возьмет за руку или кинет клубок, или скажет какие-то напутственные слова, и человек только тогда совершает этот путь героя. И потом, обретая эту целостность, ему так же страшно уже вернуться назад, потому что, блин, этого никто не поймет. В мире людей этого никто не поймет. Потому что это так богато, так блаженно, так вдохновенно, так сладостно, что мне не надо возвращаться, я хочу остаться там. Но в итоге, в какой-то момент, опять же, человек возвращается, как Будда, вернувшись из состояния просветления, он несколько месяцев искал слова, с помощью которых это можно передать. Первое его поучение в Оленем парке – это он учил оленей. Он им рассказывал, потому что жар вдохновения был настолько велик, что не рассказывать он не мог, но люди не могли бы это понять. Ну, как бы вот такая, да? И в какой-то момент, увидев его в этом странном положении и услышав его проповеди, да, люди стали интересоваться, и он в этом трепетном горении стал искать слова и стал находить слова, чтобы передать сладость, экстатичность, инициационность, целостность как таковая. Вот этот переход, когда ты идешь в страх, он интересными эмоциями сопровождается зачастую, что когда ты находишься в исходной точке, и ты смотришь туда, и там пропасть такая, и ты не понимаешь, и тебе кажется, что сейчас ты находишься в идеальном месте, в самом безопасном, в самом комфортном, а там пропасть. Но потом ты выходишь туда, как правило, это происходит не так, что ты просто вышел, а это какой-то импульс, какой-то триггер, который тебя вытолкнул туда, и потом проходит время, ты уже зафиксировался здесь, и ты смотришь назад, пытаешься представить себя в том, и не понимаешь, почему ты там находился, там же было так плохо, ты же страдал, ты не получал удовольствия, ты упускал какие-то возможности, и это вроде было, и это происходит каждый раз, но почему каждый раз поход в страх, он такой страшный, что такое страх, почему мы так воспринимаем вот этот путь в никуда? Есть эти удивительные модели спиральной динамики, недавно вышла книга у моего великого друга Сережи Бехтерева и Вики, и его милые супруги, спиральная динамика для создания живых команд, и так далее, я начитываю этот текст, и поэтому добро пожаловать, чтобы в это все окунуться, и, конечно же, эти модели очень хорошо описывают то, что люди, конечно же, мыслят на разных плоскостях, и доказать с желтого или бирюзового уровня какое-то свое более глубокое, широкое видение низким, более низким уровнем, невозможно, язык другой, и люди могут кивать, но они нихера не понимают то, что на самом деле можно не конфликтовать, можно договориться об определенных правилах, можно распределить энергии, ролевые функции, можно проявлять и играть всю эту драматургию человеческого театра с воодушевлением и вдохновением, и так далее. У меня был в гостях Игорь Рыбаков, владелец Технониколь, миллиардер, и один из моих товарищей в свое время работал у него в команде очень долго, я рассказал, мне кажется, уже эта история, но она прям очень ложится в момент, что они сидели как-то раз на совещании, команда, человек там 10-15, и Игорь Владимирович, он вещал активно, рассказывал идеи, куда мы идем, куда мы бежим, он прям вот был, несколько часов подряд без остановки, без еды и воды, просто вещал, и в конце смотрит на всех, говорит, все понятно, и все говорят, все понятно, и сидит Леша Матвашин, понимает руку, говорит, Игорь Владимирович, честно, ни хрена не понятно. Игорь Владимирович подходит к нему, кладет руку на плечо, говорит, Леш, ты не должен понимать, ты должен чувствовать, ты же не заработал миллиард. Это вот об этом, да, что находясь на другом уровне, ты не можешь понять, ты в какой-то мере только можешь прочувствовать вот эти вот... Я из актерской среды, из творческой среды, и у нас наша жизнь проходит в бесконечных репетициях и в бесконечном разрушении этих капсул, в которые мы капсулируемся, даже достигнув чего-то очень значительного, да, достаточно посмотреть на звезд вокруг, на их махровость, на их помпезность, нарциссичность и так далее, и понять, что с этими людьми уже ничего живого не сделать. У них уже накатаны определенные... И, конечно же, эти модели надо разрушать. И все наши репетиции, они пронзены этим нюхом, и моя команда, она уже выработала этот момент, то, что прежде чем создать что-то новое, нужно отказаться от старого. В алхимии это называется негредо. То есть это абсолютное разрушение, сгниение старых моделей, и для того, чтобы нужно открыться новым моделям, и дальше начнется процесс сотворения новых моделей, в матке которой зачнется и зародится какое-то новое измерение, новый продукт. Иначе, конечно же, все будет ткаться из шаблонов, и будет опечатано этим контекстом попсы, потому что и к этому апеллируют и наши гаджеты, и все технологии искусственного интеллекта, и так далее. Все в восторге от искусственного интеллекта, но искусственный интеллект, он, к сожалению, пока только находится в масштабировании накопленного опыта. И дальше, конечно же, будет процесс, каким образом вдохнуть в него жизнь, должен появиться Бог, или должен появиться кто-то, кто оживит, и гомункул начнет проявлять свою активность на другом уровне, на уровне видения целого, ну и так далее. Поэтому я с трепетом, затаив дыхание, жду и урываю из информационного поля эти обрывки, что вот это, вот это, искусственный интеллект сделал это, а вы слышали, он сделал это. Да, да, все великолепно. Но пока это все констелляции, да, или как это называется. Про создание чего-то нового очень хочу подчеркнуть прямо эту мысль, потому что для того, чтобы создать новое, нужно полностью разрушить старое, что когда ты по лестнице идешь, чтобы на следующую ступеньку двумя ногами встать, тебе нужно оторвать ногу от предыдущей, вот этот вот самый сложный такой эмоциональный момент. и это страшно. Но не разрывая вот эти вот шаблоны, причем самое интересное, вот у меня, по крайней мере, да, я прям, я не могу, не знаю, как это словами объяснить, но это чувствуешь, когда ты уже всем понимаешь, что нужно вот все, ты уже вот мыслями там, но вот этот последний шаг сделать, оторвать ногу от прошлой ступеньки, просто невозможно, оно тебя засасывает. Но самое опасное, по крайней мере, из своего опыта, что чем дольше ты это не делаешь, тем, как будто ты начинаешь разрушаться вместе с этим, ты начинаешь гнить вместе с этим, и все, и в какой-то момент ты уже не можешь. Сгнивать заживо. Да, и ты уже просто не можешь сделать шаг, потом оказываешься в какой-то очень большой яме, из которой гораздо сложнее выпрыгивать. Негредо, оно так и описывается, да, то, что человек борется до последнего, но у него уже отваливаются руки, ноги, и старые модели уже не работают, и он уже сгнивает заживо, и здесь начинаются все пять стадий умирания, и так далее, до момента принятия и расслабления, и человек растворяется в пространстве, исчезает. Но потом на этом пепелище сгущается новый уровень. Да, в алхимии это вот Негредо, потом Альбедо, да, это когда тебе демонстрируют такой рекламный ролик, того, как это может быть, это как сон. Потом Цитринитас, это когда человек начинает активно стягивать новую форму, и Рубедо, проявление новой, нового себя, и ты на сцену выходишь с совершенно новым ощущением. Это как один из моих любимых фильмов «Револьвер» Гая Ричи, где как раз у него там, у Стетхэма у него, то, чего он больше всего боится, это остаться без денег и быть униженным, и вся идея фильма, что его оставляют без денег и унижают, и пока он полностью не окажется на этом эмоциональном дне, он не может переродиться и стать другим человеком, выйти, как бы, да, и вот это вот. Да, ну это лучшая роль Стетхэма. Вообще гениально, на самом деле, я прям пересматривал несколько раз, и я на себя, потому что понимаю, что вот эти как раз вот страхи твои, то, чего ты боишься больше всего, и пока ты не расслабишься и не отпустишь, ты как будто бы не можешь вот взлететь над этим и отсоединиться и пойти просто другой дорогой. Для этого очень важно знать картографию этих возможностей и действовать смело, уверенно, именно поэтому в восточных традициях возникает такой культ учителя, который просто держит поле. Он ничего не делает, да, в большинстве традиций он даже ничему не учит, он не говорит ничего, никаких прописных истин и так далее, он просто держит зеркало, потенциала сознания ученика, все, и ученик делает массу разных ошибок, оступается, но каждый раз, приходя к учителю, он смотрит ему в глаза и получает обратную связь, да, он понимает, каким я могу быть, блин, и так далее, да, и возникает это, то есть он смешивает себя с сознанием, состоянием сознания учителя, да, и вот эти технологии, они внеинтеллектуальные, он забирает ученика в свою целостность, и там, получая инициацию, ученик выходит наружу и снова начинает интегрировать, притягивать, изучать, подбирать слова этому опыту, да, но учитель, да, на Западе, к сожалению, такой традиции нет, здесь все через голову, здесь все через трафареты, через построение вавилонских башен и потом через необходимость их разрушить, блин, и так далее. Это тоже одна из интересных игр человечества, в которой, мне кажется, все человечество играет, создать, потом разрушить. Это вообще, мне кажется, мы пронизаны этим прямо от и до, если посмотреть. мир невозможно построить раз и навсегда, да, и вот это бесстрашно открыться опоре на свой центр, понимая, что женское вокруг, оно будет бесконечно вожделеть новых форм, а мужское, и главная миссия мужского, анимуса, это держать центр, держать это игровое видение, держать это понимание пустотной природы всего, что ничто не может тебя схватить, да, и ты постоянно в игре, ты постоянно в динамике творческого акта, и вот это, конечно же, наверное, главное, что можно проманифестировать современному миру. А вот это вот желание историческое, как вы думаете, желание вначале все создать, завоевать, захватить, построить нечто гигантское, а потом это автоматически почему-то испепеляется, разрушается, это откуда произрастает? Это опять же, здесь нужно отослать к спиральной динамике и понять, что красный уровень это определенный эволюционный процесс, на котором запускаются именно эти сценарные шаблоны, да, дальше будет синий уровень, да, то есть законодательно объяснить, давайте, мы же не можем друг друга уничтожать-то постоянно, давайте примем законодательные какие-то формы, дальше оранжевый, дальше желтый, да, зеленый, потом желтый, да, потом бирюзовый, с пониманием того, что, ребята, это все игра, мы двигаем фишки на шахматной доске, мы можем вот так развернуть, так под таким ракурсом посмотреть, все уровни нужны, энергия всех уровней нужна, но это игры, ну и так далее, да, и возникает театр реальности, да, и сознание эволюционно дорастает до того, что люди видят, люди понимают, что на самом деле от их восприятия просто взгляда зависит, какого масштаба человек перед ними, да, он может, оказывается, опрокидывать на человека потенцию, да, и видеть его большим, да, естественным образом это видение, которое я вложил в другого человека, отражает мне мою способность видеть его большим, а видеть большим человека может только большой человек, большие игры создают большие игры, большие люди создают большие игры, и возникает, оказывается, я иду по улице и понимаю, блин, сколько творческой потенции в людях, да, какие бы роли они ни играли, сквозь них херачит эта невероятная творческая мощь, это как, и это, извини, пожалуйста, да, и это особого рода взгляд, как помнишь, я приводил цитату алхимическую, все зависит от состояния сознания, это главный ингредиент успеха, ты можешь войти в контекст эксперимента с любыми металлами, да, но если не будет целостной модели сознания, золото не родится, да, но вот все-таки спустившись немножко опять же на такие, спасибо, что ты меня спускаешь, это очень здорово, немножко, немножко заземлиться на такие примеры житейские, что вот я полностью, я убежден, что все из сознания, и то, что мы проецируем, это безусловно, не в плане того, что загадал желание, и оно случилось, а в плане, если ты чего-то хочешь, если у тебя есть концентрация, ты на этом сфокусирован, то ты начинаешь обращать внимание, ты видишь возможности, которые у тебя появляются для реализации этого, но вот опять же, я разные периоды в жизни проживал, и периоды, когда тебе сложно, когда у тебя все валится из рук, когда у тебя не получается, вот этот период сложной пересборки, ты перестаешь верить в себя, очень сложно в этот момент сознание свое настроить на другой лад, потому что ты и твое сознание в этот момент едины, ты проживаешь эту боль физически и мысленно, что в этот момент вы делаете? Навык работы на нескольких плоскостях сознания, а мы вычленили несколько плоскостей, я позволю себе повторить, да, есть ролевой уровень, где мы мечемся, где есть двойственность, где есть конфликты, все убить, всех уничтожить, всех любить, всех залюбить до смерти и так далее, и так далее, есть ролевой уровень, который переключает каналы, который видит, актер никогда не задушит бездемона на сцене, понимаешь, да, потому что он осознает зрителя, осознает процесс, драматургию, текст и так далее, актер управляет этим видением, и мы это вскрываем на наших нейромистериях и так далее, да, мы знаем себя и уже пробуждены к этой непоколебимой вере, что мы и есть потенциал сознания, и на самом деле мы не кончаемся нигде, нигде, в каждой точке пространства это мы, на кого бы мы ни смотрели, это мы, если мы проецируем на кого-то вовне это уничтожительное видение, о, козлы, мадаки, предатели, сволочи, и так далее, окей, это говорит только о нас, но не о них, понимаешь, и это тоже технология, да, то есть есть, мы уже знаем плоскости зрителя, мы едины с потенциалом сознания, сознание, оно воплощается в каждом из тел, их огромное количество, но сознание едино, уровень опасности этого эксперимента неизвестен, звучили уже эту формулу, да, и четвертый уровень, это все оказывается пусто, то есть свободно от самого себя, все никогда и не возникало, да, и это уже аспекты восточной философии, но это тоже можно притянуть в наше видение, просто чтобы оперяться на этот фундамент, какую игру мы бы не запустили, не сфокусировали, и в какую бы игру не вложились, да, это рано или поздно, достигнув пика, все равно растворится в потенциале сознания, в той самой нефти, о которой я говорил, в том самом плодородии, где избыток энергии. Да, наша задача здесь, конечно же, изучить потенциал сознания, искусно уметь фокусировать под поставленные задачи, направлять энергию, проживать жизнь яростно, сладострастно, экспрессивно, на радость себе и другим, и так далее, и так далее, и легко отпустить себя, понимая, что рано или поздно любым играм, и под названием Димчок тоже придет конец. Это хороший финал интервью, кстати. Да, хороший. Подводочка к финалу. Это хорошее, и хочется такой подвести, на самом деле, итог, с точки зрения своих осознаний сейчас, потому что глобально, то есть я, такие свои внутренние ощущения, опять же, не на уровне даже мысли, а на уровне ощущений, я понимаю, что как только я принимаю тот факт, то, что мое сознание, вот если оно хочет чего-то допустить, оно может допустить, и я могу попробовать пойти в это и посмотреть, и если мне даст эту энергию, значит, это то, куда мне надо идти, но при этом, может быть, огромное количество вещей, куда мне не надо идти, я просто попробовал, я поэкспериментировал, я допустил это в своей жизни, да, и с точки зрения какого-то такого мастерства, что если ты нашел какую-то внутреннюю опору, да, свой центр, то, как вы называете, если ты вот этот вот центр у себя ощутил, если ты понял, на чем он держит, вот этот твой фундамент, вокруг чего вращается твоя энергия, да, где этот стержень, чего ты хочешь, и если ты концентрируешь, опять же, свое внимание именно на этом, на том, чего ты хочешь, то эта энергия, она начинает притягиваться к тебе и создавать новую энергию, и в этот момент как раз и создаются и новые идеи, и новые взаимосвязи, и новые процессы, знакомства, люди, все то, чего мы так хотим, но именно главный инсайт, главный мой вывод, что из-за того, что мы в попытках ухватиться за все и все, вся возможность не упустить срочно вот это вот попытки бежать, 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 как будто настолько я лично себя сдавливаю, настолько не даю себе возможность просто расслабиться, отпустить это, почувствовать и пойти туда, куда меня зовет, вот это вот такая для себя я, а на уровне ощущений чувствую точку роста, пойти туда, где страшно и делать то, что ты ощущаешь. Я подброшу тебе в этот поток еще одну маленькую корректировку. Вселенная, сознание, реальность откликаются не на то, чего мы хотим. Ты можешь здесь сформулировать все, что угодно. Этот потенциал откликается на то, что мы есть, какой образ мы из себя представляем. И вот ты сейчас очень хорошую лесенку прочертил и так далее. И в определенный момент, когда энергия стягивается, ты обнаруживаешь себя в новом образе, вокруг которого невольно образуется силовое поле нового видения. И в это поле начинают приходить необходимые обстоятельства, которые это материализуют. Вот как бы такая история. Идеально. Спасибо вам большое. Безумно благодарен. Дорогие мои, не знаю, насколько мне удалось, скажем так, помочь... Препарировать. Да, Вадим, донести до вас какие-то мысли, но я надеюсь, что пищу для ума вы точно найдете. И было очень много мыслей, которые, мне кажется, поймут только те, кто хочет понять на самом деле. То, что если нет запроса внутреннего, то не нужно его искать, он появится, возможно, со временем чуть позже. Традиционно. Буду очень благодарен, если вы в комментариях поделитесь своими выводами. Какими-то идеями, то, что вы почерпнули, я с радостью почитаю. Возможно, вы как-то увидели и услышали какие-то мысли для себя по-другому. Это будет здорово. Лайки, дизлайки, все традиционно приветствуется. И огромное спасибо тульской фирме, которая выпускает такие фантастические микрофоны. Не забудьте подписаться. Вадим, спасибо большое. Пока-пока.